Этим вечером театр драмы брали штурмом. На премьеру «Паник или мужчины на грани нервного срыва» билетов нет. И уже давно. Посмотреть на раскрывающих душу мужчин столько желающих, что театр продает места даже на нулевом ряду. От 3-х 800 до 4-х с половиной тысяч. Людмила Петровна в кассе работает 7 лет. Говорит, такого наплыва зрителей никогда не видела. Продажа билетов на местные постановки выросла в 3-4 раза. 3-4 года назад очень мало интересовались театром. А сейчас, ну я даже не знаю, мы удивляемся. Сидим, продаем билеты и удивляемся, что молодежь с удовольствием идет. На спектакли Саратовского театра драмы практически не попасть. На премьеру 31 декабря билеты были проданы еще в сентябре. И подобная ситуация во всех саратовских театрах. Гастрольные спектакли стали очень дорогими. Бюджет не позволяет, к сожалению. На гастрольных спектаклях другая публика. Бизнесмены, депутаты, в общем, люди с достатком выше среднего. Для них заплатить за билеты по 5 тысяч вполне по карману. А поход в театр превращается в вопрос престижа. И не приткнется, а камень нога твоя. В результате столичные артисты играют при полупустых залах. И даже на МХТ и Табакерку в день представления билеты в кассах были. Правда, самые дешевые стоили 2,5 тысячи на последний ряд балкона. Мы к вам привозим театральные наши постановки, театральные наши спектакли, которые ваши зрители увидят точно так же, как это видят зрители в Москве. Наши авторские партнеры коммерчески рискуют. За 4 гастрольных дня в Саратове побывало около 200 артистов Вахтанговского театра. С собой они привезли 3 фуры костюмов и декораций. За билеты, проживание, питание за каждую мелочь платят организаторы. Точнейшую дельту. Юлия Шестюк подсчитывает убытки. За 2,5 месяца ее агентство «Аншлаг-94» с прибылью провело только 3 концерта. Даже популярные Моисеев и Сукачев ушли в этом году в минус. В этом театральном концертном сезоне мы в большей степени занимаемся какой-то благотворительностью. Мне даже мои подчиненные говорят, у нас Юлия Ефимовна говорит, вообще говоря, хобби имеет проводить всякие спектакли и концерты, и еще за это не зарплату получать, а наоборот свою доплачивать. Несмотря на то, что официальный экономический кризис закончился, уровень жизни саратовца выше не стал. Купить билеты на «Звезду» – удовольствие дорогое, поэтому и стоят зрители в очередь на саратовские спектакли. 300 рублей – не 3 тысячи. Анна Головчинская, Алексей Барыбин, Олег Буланов. Новости – Телеобъектив.